Детские рисунки В детском восприятии характерна такая веселость, открытость, вера в свои силы. Они еще не сравнивают, насколько у них удачно или неудачно сделано, правильно или неправильно что-то в рисунках. И поэтому вот их рисунки действительно такие живые, веселые, откровенные, яркие. Нам всем нравится их принцесса на тоненьких ножках с короной на голове. Потом они начинают присматриваться и уже понимать, что мир сложнее, чем у них происходит это с карандашом в руке. И вот такая же похожая открытость в работах наивных художников. Они тоже с симпатией взглядываются в этот мир и пишут его так, как они полагают, а не так, как учат. Ровно как дети. Художники-самоучки существовали во все времена. И если в средние века творчество одаренных крестьян-самоучек было незаслуженно забыто, то сегодня вовсе не обязательно иметь профессиональное художественное образование, чтобы на века остаться в памяти народной. В 20 веке во многих странах были открыты так называемые музеи наивного искусства, демонстрирующие творчество непрофессиональных художников. Один из таких музеев был открыт и в Москве. Музей, существуя уже 11 лет, стал довольно известен и в Москве, и в стране. И часто наши художники находят нас сами. Но помимо этого, конечно, сотрудники ездят в экспедиции, ездят в командировки, ездят в другие города, смотрят, как живут и работают художники, узнают новые имена, открывают их. И здесь заслуга московских искусствоведов очень большая в том, что они открывают наивных художников. И сотрудники нашего музея сделали свое время и делают очень много для того, чтобы узнать эти новые имена. В конце 19 века профессиональные французские художники обратили внимание на картины художника-самоучки, таможенника по профессии Анри Руссо. Сегодня его работы хранятся в лучших музеях мира. А работы непрофессиональных художников объединились в общее направление под названием «Наивное искусство». Если художник профессиональный, посвящает своему творчеству всю свою жизнь, и, собственно, это его профессия, он трудится как художник джунной и ночной, то наши художники, художники наивной живописи, они все имеют свою профессию. Это могут быть и простые крестьяне из деревни, это могут быть врачи, это могут быть водители автобуса, это может быть летчик, это может быть ученый. И, естественно, что они каждый день отдают время своему профессиональному труду. И, как правило, время, чтобы писать, рисовать картины, у них освобождается уже когда-то там, на пенсии, на сколуни лет. «Наивное искусство» – одна из областей искусства примитива XVIII-XX веков, включающее самодеятельное искусство, а также изобразительное творчество художников-самоучек. Все термины, они до некоторой степени условны. Но для того, чтобы мы могли говорить, понимать друг друга, надо договариваться о каких-то ключевых словах. И всегда замечательно, если эти ключевые слова, то есть эти термины, они общие и понятные, тогда легче анализировать явления, легче понимать друг друга, разговаривая о таком направлении, как наивная живопись. Поэтому здесь можно называть живопись наших самобытных художников наивной, можно примитивной, можно давать другие определения. Но, пожалуй, Московская школа в определении этого явления художественного остановилась именно на таком названии – наивная живопись. Ведь никто не говорит о том, что наивная – это недалекий или глупый, или несформировавшийся. Нет, пожалуй, здесь другое нечто лежит в определении этого феномена. Это скорее противопоставление профессиональному искусству. Оформление нового течения в искусстве – это еще не повод для его признания. В России обратили внимание на наивное искусство только после перестройки. В советское время эталоном в написании картин был реализм. Манера работы наивных художников высмеивалась. В конечном итоге возможность считаться художником упиралась в наличие или отсутствие диплома. О них вспоминали только в моменты ключевые, когда нужно было по велению партии правительства сделать выставку очередную, допустим, под названием «Мы строим коммунизм». И где-нибудь там в последних залах этой выставки отводилось, может быть, какое-то количество площади для тех работ, которые писали самобытные художники. Все жестко отслеживалось цензурой. И вот эта откровенность, открытость и спонтанность в работах этих художников, они этим не нравились часто. Да и, собственно, никто не анализировал их творчество по-настоящему зачастую. Поэтому там трудно было, может быть, даже понять грань, где самобытный наивный художник, а где просто самодеятельный художник такой, выполняющий заказ. Открытие Музея наивного искусства стало настоящим прорывом – победой искренности непрофессионального творчества над фальшью партийного заказа. Популяризацией наивного искусства музей начал заниматься еще задолго до того, как получил статус музейного учреждения. В начале, в 90-х годах здесь существовал музейно-выставочный центр «Истоки». В 1993 году директором здесь был назначен Владимир Ильич Грозин, который, кроме показа картин художников-реалистов и народных мастеров, стал показывать произведения наивных художников. И это вызвало огромный резонанс среди художественной общественности города Москвы. Об этих выставках заговорили даже в регионах России, а также за рубежом, потому что некоторые выставки были показаны в Данске, Штутгарте, Гамбурге. И вот, учитывая правильность выбранного пути и направления работы, дирекция этого центра стала добиваться статуса музейного учреждения. Поэтому в 1993 году с разрешения Комитета культуры города Москвы здесь был открыт муниципальный музей наивного искусства, который функционировал в рамках юго-восточного административного округа города Москвы. А уже несколько лет спустя, вернее, пять лет спустя, в 2003 году здесь был открыт государственное учреждение культуры города Москвы, музей наивного искусства, который активно занимается пропагандой, изучением, научной деятельностью, связанной с творчеством наивных художников. Это единственный в России музей, но коллекции наивных художников очень много в музейных коллекциях города, допустим, Оренбурга, Владимира Суздале, Рязани, Вологды, ну и в других городах. Очень хорошо, что возникло такое явление, как музей. Музей, который может собрать работы наивных художников, хранить их, показывать, выставлять, популяризировать, делать выставки. Потому что если бы на сегодняшний день не произошло такого явления, как рождение музея, а ему уже 11 лет, то, пожалуй, никто больше, как видно, не смог бы объединить этих художников и собрать их вместе и заявить о том, что это сильное, мощное, интересное и развивающееся направление. Сейчас в коллекции музея наивного искусства находится около полутора тысяч работ. Однако здание музея может вместить лишь ничтожную часть картин, поэтому экспозиции музея меняются каждый месяц. Единственный зал может подробно ознакомить посетителей с творчеством лишь одного художника или работами группы художников, объединенных общей темой. Тем не менее, само здание музея заслуживает отдельного рассказа. В начале, в 17 веке, все эти земли принадлежали Шереметьям. Затем, в результате династических браков, эти земли перешли Голицынам. А к середине 19 века эти земли принадлежали отставному генералу Торлецкому. И вот тут его наследник решил в конце 19 века часть земель продать под застройку коттеджного поселка. В результате, вот именно этот участок купил предприниматель Вюртус и начал здесь строить. Это здание немецкий модерн начала 20 века. Поэтому оно имеет такую необычную форму. И оно, конечно, совершенно не приспособлено для музейной деятельности. Однако оно очень такое интересное, красивое, по архитектуре значительное. И очень выделяется среди вот этих вот спального района, нашего спального района. В этом здании трудится коллектив музея. Работа сотрудников не ограничивается экскурсиями. Главное – поиск новых талантов наивного искусства. Вот в этом помещении хранится совершенно уникальный фонд, который собирало руководство музея о всех художниках России. Это поистине уникальный и золотой фонд. Потому что на каждого художника создается файл, который имеется в электронной версии и в бумажном носителе. Вот здесь, вот в этих файлах хранятся биографии, бесценные совершенно биографии наших художников, а также переписка с ними. И на основании вот этих информационных материалов мы затем создаем, используем в публикациях разного рода и при создании каталогов. Вот, кстати, я вам показываю, например, художник Белых Александр Александрович, который живет во Владимире. Вот в этом файле хранится вся информация о его жизни и творчестве. Кстати, он у нас призер на Втором международном фестивале наивного искусства, который проводился в 2007 году в Музее современного искусства, в Музее Церетели. И вот, кстати, на обложке каталога фрагмент его картины «Встреча в ночи». Вот как мы используем вот эти информационные материалы. В настоящий момент одним из главных предметов исследования работников музея является творчество и биография художника Петра Николаевича Морозова. Именно его работы выставлены в музее в этом месяце. Петр Николаевич Морозов родился в 1921 году. Нам коллекция его работ для экспонирования в музее была предоставлена Ассоциацией художников искусства народов мира. К сожалению, все, что мы смогли бы о нем сказать, нам удалось сказать, исследуя его картину. То есть у нас нет биографических сведений о нем. Одно мы знаем достоверно и точно, что он не был профессиональным художником. Вот поэтому, наверное, в его работах здесь целый конгломерат. Он прожил большую жизнь, скончался в 2002 году. Мы знаем, что он занимался графикой, знаем, что он резал еще по дереву. Нам очень хочется знать, почему он такой разный, что повлияло на его живопись. Нам интересно знать его биографические какие-то данные, которые, может быть, помогли бы нам еще больше понять его, вот эту вот суммопытность. Морозов в музее наивного искусства художник нетипичный, многогранный и разноплановый. В его работах мы можем увидеть реализм, некое подражание манере профессиональных художников. Наподлинно известно, что Морозов не получал художественного образования. Однако некоторые его работы свидетельствуют о стремлении к профессионализму. Тем не менее, в большинстве работ художника мы можем видеть приемы, характерные только для наивного искусства. Что касается работы, которая называется «Цветы», здесь очень интересно сказать, прежде всего, что она выполнена на жести. Это тоже очень характерная для наивных художников манера, допустим, использовать для того, чтобы писать картины, все, что попадется под руку. Это может быть жесть, это может быть картон, это может быть клеенка, это может быть просто даже не хокст, а ткань. Вот что мы и видим в других работах Петра Николаевича Морозова. Здесь, помимо того, что такой незатейливый материал, мы еще видим типичные такие проявления наивной живописи. Большой букет, который занимает все пространство картины, букет сочный, букет летний, занимающий все-все-все. И самое удивительное, что в каждой подобной работе все время проскальзывают любимые цвета художника, которые ему свойственны. В каждой работе практически, будь то пейзаж, цветы или портрет, мы видим присутствие синего цвета. Каким-то образом это очень характерно для Петра Николаевича. У Морозова даже овцы синего цвета. Образное решение традиционного сюжета, непрорисованность, недосказанность делают работу такой – яркой, легкой, живой и неожиданной. Наивные художники отбрасывают все условности, пренебрегают традициями. У них все по максимуму. Если это не терморт, то яркие краски, большое количество снеги, фруктов, цветов. Если портрет, то непропорциональность, скупость средств, акцент на психологическое внутреннее сходство персонажа. Мы видим работу под названием «Болото». Это такая характерная, скажем так, для художника работа. Здесь он выстраивает сюжет по законам наивного жанра. Она довольно безыскусная. В этой работе он применяет все свои любимые цвета, всегда вводит в синий или сиреневатый. И, казалось бы, такая обычная камерная работа вроде бы и по сюжету особенно ничем не звучная, правда ведь? Но, тем не менее, она своей вот этой трогательностью привлекает внимание. Еще потому, что художник сделал неожиданный ход. Для того, чтобы оформить эту работу, он использовал обычную раму от экрана телевизора, темп. И даже таким наивным способом использовал вот эти вот дырочки от ручек переключения, когда телевизор был в работе. И сам сделал такие незатейливые, безвкусные украшения, которые, в общем-то, все вместе и делают работу в такой работающей, извините за тавтологию, на то, чтобы привлечь внимание. И, может быть, таким образом он даже усилил вот интерес к этой работе. Рама, двойная рама. Они создали пространство окна, окна, и кажется всегда интересным то, что там, за окном. А сюжет вроде такой безыскусный, все на все болото. А вот совсем иной пейзаж Морозова. Работа под названием «Пылающий закат». Здесь пропадает желание любоваться спокойными, чуть грустными пейзажами художника. Зато возникает отчетливое чувство тревоги. Это работа второго периода творчества Петра Николаевича, глубокого и мрачного. Исследователи полагают, перестройка отразилась на душевном самочувствии художника, раскрылась его творчеством. Трагедии, потрясения и личные переживания характерны также и для начала творческой деятельности многих наивных художников. Они практически у каждого художника эти истории, художника наивной живописи, но у каждого своя. Я знаю Елену Костальеву, которая, потеряв сына на склоне лет, вдруг взялась за кистью, не предполагая, что она когда-либо будет писать картины. Потом очень интересная история тоже была со вдовой маршала Малиновского. Когда маршал скончался, то, собственно говоря, его супруга, она была большим его другом, помощником. Испытав эту потерю, она тоже, как она мне рассказывала, ни с того ни с сего шла по улице, зашла в художественный магазин, увидела краски и холсты, купила и стала писать. До этого она совершенно не предполагала, что у нее есть вообще какие-то способности или даже желание делать это. Но так получилось, вдруг потеря открыла что-то в человеке, такое, благодаря, наверное, этому вот она и внутренне собралась и менее болезненно ощущала эту потерю. На некоторые вопросы невозможно получить ответы. Но внимательный зритель может попытаться проследовать за мыслями художника, попытаться расшифровать символику картин, попытаться прочитать в таких работах размышления автора о том, что было и что грядет. Работа «Апокалипсис» тоже удивляет очень своим сюжетом и также оставляет зрителя со множественными вопросами, на которые нет ответа. Но можно предположить, частично проследить сюжет этой работы. По-видимому, автор здесь выстраивает карту России. И вот эта карта на черном фоне с этими страшными химерами, она, конечно, приводит зрителя к мысли о том, что не так уж все хорошо на этом куске земли. А левая часть картины выстроена тоже символически. Как будто большой дом какой-то иной культуры надвигается на эту территорию, как будто несет с собой чужую культуру, чужое влияние. И во всем этом мы чувствуем некий сумбур и некую оставшуюся без ответа на вопросы темы. Некоторые работы Морозова перекликаются с картинами художников-аутсайдеров. Их мир совсем иной, сложный, многогранный. В нем страхи, переживания, столкновения с реальностью выплескиваются на поверхность бумаги. В ряде работ художника Морозова мы можем проследить такую направленность. Картинка называется «Праздник». На самом деле Петр Николаевич, о нем известно, он жил в Московской области, в городе Щелково. Возможно, что это его представление праздника, связанное с каким-то событием, там происходит от него в городе. Но наивные художники часто не пишут с натуры. Возможно, что это просто обобщенный, такой истинно-гротескный и утрированный образ праздника. Когда на площади собралось много людей, они все очень разные. Здесь видны персонажи, которые гуляют, танцуют, в какой-то ухорской такой развеселой удалой пляске. Здесь видны такие фигуры, чуть-чуть спрятавшиеся в толпе монстры. Среди них страшные персонажи, носатые, угрюмые, какие-то облезлые коты. И они прорываются среди этой толпы и создают настроение тревожности и настроение каких-то неприятных предчувствий. И странным образом решена композиция этой картины. Плотно записана вся центральная часть картины, в ней нарисован купол. И в этом куполе, колокол, наверху фигура, по-видимому, Иисуса Христа, сверху взирающего на весь этот страшный, пугающий, непонятный праздник. С одной стороны, он как будто бы хочет, как покров Божьей Матери, оберечь этих людей от чего-то, того, что их ждет в будущем. С другой стороны, вот тут вот черная пугающая фигура. Здесь, опять же, зашифрованность и недосказанность автора. И нам предстоит только самим пытаться досказать то, что хотел сделать он. Доминанты в этой работе он делает древо. Оно заполняет весь центр, и композиционная часть, этот центр, это древо. Как правило, этот сюжет известный, и сюжет относится к мифологии. Художники и художники наивного искусства, художники народной вышивки, допустим, мастера народной вышивки, традиционно изображали этот сюжет. И когда изображают древо, как правило, это архаичный образ мирового древа жизни на земле. Корни уходят в землю, вершина всегда уходит к небесам, и в этом есть своя символика. Но здесь мы видим, что это древо, оно все облеплено разными уродливыми, фантастическими, страшными, аллегорическими существами. И вот в этом зашифрованном эзотерическом ключе решает тему мирового древа наших художников. Творчество Петра Николаевича Морозова, представленное сейчас в музее, опровергает мнение о бессмысленности и примитивности работ наивных художников. Наивный художник многогранен. Он может быть легким для восприятия и заставляющим думать. Работы наивного художника могут быть смешными и грустными, жесткими и романтичными, искренними и философскими. Да, наивный художник не натягивает холст на раму, как положено по законам художественного искусства. Он творит, используя подручные материалы, делая рамы для картин самостоятельно. Творчество наивного художника не вписывается в систему и, тем не менее, имеет право на свое место в искусстве.